Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Макс, вы на канале MyChoose и сегодня мы поговорим о USB микрофоне от компании EPOS, модель B20. Как вы уже и привыкли, я расскажу о самом микрофоне, кому эта модель сможет подойти и главное, стоит ли она своих денег. Заваривайте чайочек, кофеечек и мы начинаем. EPOS B20 это конденсаторный USB микрофон с современным дизайном. Микрофон имеет регулировку 4 диаграмм направленностей, он отлично подойдет для стримеров, тиктокеров, блогеров, подкастеров и прочих всех остальных. Этот USB микрофон, как и многие его конкуренты, уже имеет встроенную звуковую карту, поэтому вам остается лишь его подключить к компьютеру и начать работу. Микрофон совместен почти со всеми платформами, даже с PlayStation. Вот здесь я закреплю характеристики, жмякайте паузу и читайте. Перед тем, как продолжим, я хочу вам порекомендовать нашего партнера, а в этом ролике наш партнер как раз таки компания EPOS и Sennheiser. Они дали нам эти микрофоны на обзор и поэтому ссылочка будет в описании, если вы захотите приобрести EPOS B20 или какую-нибудь другую технику от компании EPOS и Sennheiser, переходите, ссылочка в описании. Покупайте у официального представителя. А мы продолжаем. Давайте перейдем сразу к комплектации. В комплект поставки будет входить, конечно же, сам микрофон, подставка в виде кольца, длинный USB кабель для подключения к компьютеру и документация. А теперь к внешнему виду и качеству сборки. Микрофон имеет отличный и футуристичный дизайн. Цилиндрическая форма, кнопки, регуляторы, светящийся индикатор. Все это напоминает какой-то космический корабль и выглядит это довольно-таки прикольно. Матовый темно-серебристый цвет самого корпуса микрофона придает ему такой строгости и минималистичности. А название компании на боковой панели глянцевое очень отлично на этом фоне смотрится. Гриф, защищающий капсюль микрофона, выполнен из довольно мелкой сетки и мне кажется, что под ней еще то ли такая же мелкая сетка, то ли что-то из поролона. В общем, это все выполняет даже функцию ветрозащиты и поп-фильтра. По качеству сборки у меня никаких претензий нет, все кнопки, регуляторы подогнаны хорошо, нет люфтов, нет никаких зазоров, ничего не отпадает, не ломается, все держится отлично. Как я и сказал, большая часть корпуса выполнена из металла и это все правильно, потому что этот микрофон попадет к стримерам, блогерам, геймерам и бывают активные ребята, которые могут даже умудриться и микрофон уронить. И поверьте, если этот микрофон упадет со стола, с ним ничего страшного не случится. По элементам управления все довольно просто, с обеих сторон есть регулировки тех или иных функций, о них я расскажу дальше. Над кнопкой Mute есть индикатор, который отображает работает микрофон или нет и также он отображает функцию мютирования. В нижней части микрофона расположилось подключение USB-C к вашему компьютеру и также рядом есть выход 3,5 мм джек. Это как раз таки и есть тот выход его внутренней звуковой карты. Если вы этот микрофон подключаете к своему компьютеру, он не только будет выполнять функцию микрофона, чтобы записывать вас, но также он может выполнить функцию и транслирования музыки, аудио, неважно, все то, что идет с компьютера. Если кратко, то микрофон полностью заменяет встроенную звуковую карту вашего компьютера и все, все манипуляции вы можете проводить просто на микрофоне. Как я говорил, уже выше в комплекте будет идти кольцо для того, чтобы крепить микрофон и ставить его на стол, но также вы можете, допустим, купить какой-нибудь пантограф или стойку и будьте внимательны, берите с переходником или уже стойку с разъемом 3х8 дюйма. Интересное свойство этого микрофона то, что он может вращаться на 360 градусов в своем регулирующем механизме, и это круто для того, чтобы поставить микрофон максимально удобно, как вам будет, поэтому молодцы. Если вкратце резюмировать, сборкой и дизайном я более чем доволен, молодцы. Ну что ж, давайте перейдем к управлению. Управление этого микрофона максимально интуитивно понятно, и тут разберется даже человек, который особо не встречал никогда подобные микрофоны или какие-нибудь другие аудиорешения. Когда вы подключаете микрофон к компьютеру, спустя примерно 5 секунд загорается белый индикатор, и это означает то, что микрофон сконнектился с вашим компьютером, и вы можете приступать к записи. У микрофона всего лишь 4 компонента управления, и теперь давайте подробно о каждом из них. Первая и самая верхняя кнопка – это кнопочка Mute. Она отвечает за то, чтобы микрофон был в выключенном состоянии. Давайте смодулируем ситуацию. Вы проводите трансляцию на Twitch, YouTube, неважно. И в какой-то из моментов вам нужно отойти, отлучиться, и вы не хотите, чтобы какой-то звук попадал в микрофон, и это слышали ваши зрители. Вы нажимаете кнопочку Mute, над кнопкой загорается красный индикатор, и это означает то, что звук микрофон записывать не будет. Регулятор ниже этой кнопки – это регулятор общей громкости выхода микрофона. Как я и говорил, внутренняя звуковая карта этого микрофона, она берет на себя ответственность и за запись звука, и также за его трансляцию. Поэтому вы можете регулировать общую громкость этой ручкой на микрофоне. На задней стороне есть еще два регулятора. Самый верхний из них, он отвечает за Gain – это усиление микрофона, если проще говоря, усиление громкости вашего голоса. Тут нужно быть осторожным. Если вы, например, блогер, который довольно тихо разговаривает, ну как я, например, умеренно, тогда вам, возможно, понадобится усиление немножко больше. Но если вы очень крикливый, активный и прям катку тащите у себя в папк, то, конечно, сделайте это усиление немножко меньше, для того, чтобы не создавались никакие перегрузки, клиппинги и искажения. Это будет не очень приятно вашим зрителям. И последний регулятор очень важен в этом микрофоне. Он как раз-таки отвечает за переключение диаграммы направленности микрофона. И сейчас я подробно расскажу о них. Epos B20 имеет 4 направленности диафрагмы микрофона. Кардиоида, восьмерка, стерео и все направленные. Давайте я кратко расскажу про каждый. Кардиоид – это самый распространенный вид направленности. Он встречается почти в большинстве микрофонов. Это тот вид направленности, когда микрофон максимально захватывает то, что находится перед ним. И максимально старается отсекать все то, что происходит вокруг. Тестовая запись на микрофон Epos B20. Вы слышите голос без обработки в режиме кардиоида. То есть микрофон захватывает максимально то, что находится перед ним. А именно мой голос. Всенаправленная направленность – это когда микрофон захватывает полностью вокруг 360 градусов от себя все звуки. Сейчас я провожу запись с всенаправленным режимом. И давайте я просто поперемещаюсь вокруг микрофона. И вы слышите то, что микрофон более-менее записывает одинаково, куда бы я не переместил свой голос. Восьмерка – это направленность, когда микрофон захватывает то, что перед ним и то, что за ним. Например, ситуация такая. Вы подкастер, у вас есть гость. Вы сидите с этой стороны, а ваш гость сидит с этой. Тогда вы включаете восьмерочку и слышно прекрасно и вас, и вашего гостя. Перед вами сидит гость. Привет, меня зовут Денис. И сегодня мы поговорим с вами о микрофоне. Вот, слышно и меня, и его. Поэтому этот микрофон отлично подойдет, если вы начинающий подкастер и у вас бюджет всего лишь на один микрофон. Стереонаправленность – это уже вещь интересная. Если вы поставите микрофон перед собой, я думаю, возможно, вы встречали таких ASMR-блогеров, которые шепчутся возле микрофона и вы слышите их справа-слева. Как раз-таки благодаря этой направленности вы сможете, если будете говорить слева от микрофона, вас будут слышать в левом ухе, если справа, то вправо. Можно интересный какой-нибудь контент пилить. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сейчас я буду записывать в режиме стерео и перемещаясь влево от микрофона, вы слышите мой голос в левом ухе. И точно так же, если я сделаю вправо. Едем дальше. Более детального подключения. Подключение микрофона довольно простое, как подключить зарядное устройство к вашему телефону. Вы подключаете USB-C кабель, который идет в комплекте, а USB-A – ваш компьютер. Никаких драйверов, дополнительных программ вам скачивать не нужно, которые бы запустили микрофон. Он будет уже работать и так. USB-кабель в комплекте довольно длинный. Он 2,9 метра, поэтому расположить микрофон удобно на вашем рабочем столе не составит никакого труда. А теперь давайте поговорим о программном обеспечении, которое создала компания EPOS для своих устройств. Программа называется EPOS Gaming Suite. Эта программа вам поможет тщательно и детально настроить ваш микрофон. Например, эквализацию или же, например, усиление. Также в этой программе вы можете настроить noise gate, то есть шумоподавление, или даже добавить какие-нибудь эффекты типа реверберации, эха и так далее. Программа работает не только с микрофонами, но также еще и с наушниками от компании EPOS, где вы можете тоже настроить позиционирование звука и все остальное прочее. Если вы кайфуете от EPOS, то я думаю, эта программа вам поможет настроить как микрофон, так и наушники. Эта программа также еще полезна тем, что у нее есть возможность, точнее функция side tone. Эта штука просто запишет звук микрофона, он вам покажет его, как вы отстроили, для того, чтобы не возникали никакие проблемы или трудности, например, уже при трансляции перед вашими зрителями. Представьте, вы настроили микрофон, как-то что-то пошло не так, и ваши зрители с вас смеются и так далее. И эта функция поможет вам прослушать перед тем, как выходить в эфир. Очень полезно. Помимо эквализации, помимо каких-нибудь эффектов чувствительности, громкости и так далее, тут вы можете еще отсечь низкие частоты с помощью кнопочки low cut фильтра. Она находится возле выбора пресетов в программе. Если кратко, это просто фильтр, который обрезает низкие частоты, в которых скапливается гул, какой-то мусор и вибрации, например, со стола. Также эпос побеспокоились, чтобы вы не тратили свое время, например, для настройки эквалайзера. И там есть несколько пресетов настройки эквалайзера. Конечно, если они не подойдут вашему тембру голоса, вы можете выбрать режим пользовательский и самостоятельно отстроить эквалайзер под ваш тембр. Если вы не знаете, как это делать, у нас есть подробная статья. Переходите, ссылочка будет в описании, где я рассказал подробно, для чего нужен эквалайзер и как его правильно настроить. Там те советы применимы и даже здесь. Теперь давайте поговорим о самом главном, почему мы здесь собрались. Это качество звучания. Микрофон EpoS B20 звучит довольно хорошо. На мое удивление, я даже немножечко был поражен. Звук разборчивый, детальный, сбалансирован по всему АЧХ. Конечно, я его линейным не назову, это не так. Но звук старается быть максимально натуральным. Детальность, артикуляция, голоса передаются отлично. Все читается, нет никаких искажений и прочего. Даже собственные шумы этого микрофона на довольно-таки низком уровне. Несмотря на то, что это USB решение. Максимально допустимая частота дискретизации записи через внутреннюю карту микрофона 48 кГц, а битрейт 24 бита. Чтобы вы понимали, такой битрейт используют, например, в студийных записях. Конечно же, этот микрофон далеко не студийный вариант. И он вообще не относится к студийным. Но все же мы имеем вот такой вот битрейт. Да, вы услышали мое субъективное мнение. На это, конечно, хорошо. Но давайте послушаем тестовые записи. Как вы услышали, микрофон имеет достойное звучание. Мне, конечно, очень понравилось то, что у него есть функция выбора направленности диафрагмы. Это очень прикольно. И сможет разнообразить ваш контент. Я больше говорил, конечно же, про геймеров, про стримеров и так далее. Но что, если вы, например, начинающий музыкант и человек, который еще пока не умеет работать с каким-то студийным оборудованием, но хотели бы записывать какие-то свои демо. Давайте послушаем, как этот микрофон может справиться, например, с акустической гитарой. И вы сами послушайте, достойный этот микрофон для того, чтобы записывать на него демки или нет. Вот так вот он передает гитару. Никаких обработок нет. Это просто поставил микрофон и просто что-то побрончал с довольно-таки несвежими струнами. Но, как вы и заметили, микрофон может делать такие вещи, записывать для вас демо, чтобы вы отправляли потом аранжировщикам и людям, которые будут сработать с этим материалом. Для того, чтобы запоминать какие-то свои вещи, а не просто скапливать их здесь, этот микрофон тоже подойдет. Давайте подытожим. Я расскажу плюсы и минусы этого микрофона, который я выявил. И начнем мы, конечно же, с плюсов. Первое. Это качественная сборка. Второе. Это очень приятный дизайн. Третье. Качество звучания на достойном уровне. Четвертое. Это функция переключения диаграммы направленности. Это очень крутая вещь. Пятое. Это программа Epos Gaming Suite, которая может помочь детально настроить микрофон. Шестое. Длиннющий на 2,9 метра кабель USB подключения. И да, это плюс, поверьте мне. И седьмое. Это то, что микрофон можно регулировать на 360 градусов и поставить его так, как вам будет удобно. Ну и, конечно же, минусы. Первый. Кнопки управления регуляторы находятся с разных сторон. Я, конечно, понимаю, что это, возможно, Epos сделали для какой-то конструктивной особенности или не получалось все вынести на одну панель. Но если бы это была бы такая возможность, это было бы супер. Потому что вот Sennheiser Profile меня и подкупил тем, что он понятный, он маленький. У него все есть на передней стороне. Если человек не особо разбирается, ему тяжело это все дается, он неопытный, то ему, конечно же, нужно все видеть сразу, а не оборачиваться и как-то там что-то искать. И второй минус. Это довольно неявный минус, но он есть. Это то, что кольцо, которое выполняет роль подставки, оно крепится с помощью болта. Ну, действительно, это болт. И для него, чтобы его сжать, пальцами ты это не сможешь сделать. Тебе понадобится отвертка или какой-нибудь плоский элемент, какая-то вещь. В общем, я достал микрофон. Я, например, 15-летний игрок в Fortnite. Я купил себе вот такую штуку. И мне надо идти к папе в гараж или искать какую-нибудь, не знаю, там банковскую карту. Хотя какая банковская карта у ребенка? Ну, в общем, вы меня поняли. То есть нужно приложить какие-то прям очень сильные усилия для того, чтобы зажать этот болт. Сделайте, например, в следующих моделях, как это у мониторов компьютерных. Там, где есть тоже болт, но там есть такая защелочка. Ты ее отжимаешь и можешь спокойно пальчиками закрутить. Потому что, действительно, если у меня даже возникли, ну, трудности у меня никаких не возникло. Я это все закрутил, понятно. Но мне пришлось встать со стульчика. Мне пришлось пойти за отверткой. Мне пришлось его закрутить. Потом опять прийти, поставить. Но я извиняюсь. Я купил просто USB микрофон. И я хочу его достать с коробки. Фух, 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 фух. Поставить и работать. Больше ничего. Поэтому EpoS. Think about, man. Ну что же, давайте итог. Микрофон EpoS B20 это отличный микрофон, который подойдет всем, кому только возможно. И музыкантам, начинающим для записи демок. И преподавателям, которые проводят какие-то онлайн уроки. И студентам, и школьникам. И для людей, которые занимаются бизнесом, для проведения онлайн конференций, встречи и так далее. Также не забываем про то, на кого этот микрофон ориентируется. На стриминговых ребят, которые проводят стримы, трансляции и так далее. На Twitch, неважно. Для людей, которые в TikTok что-то снимают, интересное тоже мутят. Эта вещь тоже подойдет, потому что можете даже к iPad'у подключить и транслировать что-то. Ну или к iPhone. Для геймеров, для покатушки с друзьями в игры и так далее. Да, этот микрофон тоже подойдет. EpoS B20. Качественная сборка. Все отлично. Звучит прекрасно. Программа для настройки. Ну, меня все подкупает. Я могу заверить то, что этот микрофон оправдывает свою стоимость в 190 долларов. А что только стоит его коробочка, которую вы увидели. То есть, раскрывается все. Честно говоря, у меня такая коробка только в Нойманах наушниках. Только она так умеет красиво раскрываться. С магнитиками, со всеми прелестями. Поэтому EpoS постарались не только над качеством микрофона, но даже над тем, какой кайф вы получите при распаковке. Поэтому спасибо, ребята, за то, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк или диск лайк, если вам не понравилось. Подписывайтесь на канал. Переходите на наш сайт MyChuse. Там много крутых статей. Есть статьи топовые USB микрофоны, студийные микрофоны, наушники. И всего-всего много. И также не забывайте посетить нашего партнера. Это EpoS и Sennheiser. Ссылочка где? Правильно. В описании. Спасибо за то, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.